Сандра Буллок Сандра Буллок Сандра Буллок Сандра Буллок Дабы внести небольшой элемент неожиданности и стать внезапным, хотелось бы обойти момент с водителями грузовиков, официантами, барменами и работой на атомной станции. Покоряют эти профессии все суперзвезды Голливуда и Сандра не исключение. Это не шутка. И считается, что наиболее близка Сандра к карьере Сильвестра Сталлона. Как и всем известный итальянский жеребец, Сандра вроде бы снималась в фильмах для очень взрослых людей. Это достаточно распространенный миф. Всегда есть люди, которые видели подобное кино с Сандрой. Правда, это было когда-то давно и неправда. Ходят байки о том, что будучи нищей, она заработала на свой первый американский автомобиль как раз подобным способом. А когда стала богата, из вредности скупила абсолютно все видеокассеты со столь любопытными лентами. Иногда ей скупать весь тираж помогал даже ее отец, работавший на Пентагон. И вместе они скупили все кассеты до единой. Так бывает. Но точнее, подобные заявления можно услышать. В начале своей карьеры Сандра снималась на пятом плане в очень многих фильмах. Почти все из них были никому не нужны. И Сандра после их выхода тоже никого не интересовала. Одним из таких фильмов была «Амазонка в огне», снятая в 1990 году. Фильм выпустили на видео в Южной Америке и Европе, а дальше благополучно о нем забыли. Пока не случился фильм «Разрушитель» в 1993 году. Здесь актрисе повезло так, как везет один раз в жизни. Сильвестр в первый день съемок выгнал из фильма актрису Лори Петти, которая считала, что разбирается в чем-то лучше Слая. А это, как многие знают, большая ошибка. И на ее место быстро взяли то, что никому не было нужно. Как только «Разрушитель» попал в прокат, о Сандре заговорили. И «Амазонка в огне» стремительно попала в американский прокат. Всего на паре экранов. Но этого хватило, чтобы Сандра возмутилась. Дело в том, что в этом фильме есть кадры с не совсем одетой булок. Самое интересное там скрыто изолентой. Как говорит сама актриса, она все лучшие места тщательно ей заклеила. То есть для друга там ничего интересного нет. Но ко всему прочему, там есть еще один момент. Зрительская оценка у этого шедевра целых 3 балла из 10. Можете представить, как себя чувствует актриса, которой только что крупно повезло. А кто-то вываливает в прокаты на американское видео уже старое и столь мощное кино с ней в главной роли. Где она еще и бегает без трусов. Естественно, она боялась, что подобный фильм может повредить ее набиравший ход карьере. И потому пыталась помешать его распространению в США. Американские актеры часто снимаются в каком-нибудь мусоре за пределами США. И в контракте указывается, что фильм не будет распространяться в Северной Америке. Сейчас это уже пройденный этап. И с интернетом данные уточнения не имеют особого смысла. Но в 80-е и 90-е такая практика существовала. И у Сандры вроде бы был такой пункт в контракте. Но так как она тогда была никому не нужна. И у нее не было специалиста натасканного на чтение мелкого шрифта со звездочками. Она просто ставила галочки там, где показывали добрые люди. Но как это делаем мы все даже сейчас. Так что когда пришло время возмущаться, ничего сделать с распространением этого фильма она не могла. Но и это еще не все. В 96-м году, когда Сандра стала еще более известной, этот фильм перевыпустили на видео. Добавив в него 30 секунд того самого изолентного контента. Который из первоначальной версии был вырезан. Из-за того, что там было видно чуть больше того, на что Буллок подписывалась. В этот раз актриса возмущалась еще сильнее. И уже имея миллионы, пыталась помешать подобному активней. Но мелкий шрифт в контрактах, как и во всех прочих документах, надо читать наиболее внимательно. В общем, к чему это все? Именно из-за фильма «Амазонка в огне» и официально известного желания Буллок запретить его распространение на территории США и Канады, появился этот миф про фильмы для взрослых, в которых снималась актриса. Банальная ситуация со сломанным телефоном. Когда кто-то в одном конце города просто портит воздух, а пока новость об этом дойдет до другого конца, оказывается, что кто-то навалил в штаны. А потом еще этими штанами и натерся. Хотя у Сандры и не получилось остановить экспансию «Амазонки» на территории США. Какого-то вреда ее карьере кино не нанесло. Возможно, в этом виновата скорость, которая попала на большие экраны через год после «Разрушителя». И ее карьера резко ушла в космос. Если огромный кассовый успех скорости обычно списывают на Киану, то уже в 95-м году на большие экраны выходит фильм «Сеть», в котором Сандра играет главную роль. И при бюджете в 22 миллиона лента в прокате собирает 111 миллионов. А рядом прокат взрывает еще и 17-миллионный «Пока ты спал», который в мировом прокате взял отметку в 182 миллиона долларов. Здесь тоже не обошлось без везения. От главной роли отказалась Дэми Мур. Есть и еще один забавный момент. Сандра Буллок отказалась от предложения Джоэля Шумахера сыграть в фильме «Бэтмен навсегда» из-за фильма «Пока ты спал». И когда она отказалась от Бэтмена, туда ушла Николь Кидман, с которой они дрались за роль в «Пока ты спал». Но в данной ситуации проигравших по идее нет. Кроме Дэми Мур, естественно. Два подобных успеха за один год кого угодно сделают большой звездой. И Сандра не стала исключением. Уже за следующий свой фильм «В любви и на войне» она получила 10 миллионов. А за вышедший рядом «Время убивать» 8 миллионов. Хотя мелодрама с Буллок и Адонеллом провалилась, по актрисе этот момент не ударил. Потому что рядом хорошо выступил триллер «Время убивать». Пусть его и отметили на «Золотой малине». Но фильм засветился еще и на «Золотом глобусе». Так что малину никто не заметил. Правда после этого везение Сандру пошло обходить стороной. И у нее стартовала весьма продолжительная полоса неудач. Которая вполне могла ее и закопать. Стартовал полет вниз с провала фильма «Скорость 2». Подробно на одном из крупнейших провалов 90-х я уже останавливался. Оценка у этого фильма у американского зрителя находится в районе 3 баллов из 10. И за этот фильм она получила 11 миллионов. Что на тот момент было для нее рекордом. Но основной удар за провал «Скорости» принял на себя Джейсон Патрик. Его набиравшая ход карьера на этом фильме в общем-то закончилась. И он стал актером второго плана. Хотя номинацию на «Золотую малину» получила как раз Сандра. Но Джейсона жалеть не надо. За участие в «Скорости» он получил тоже рекордный для себя гонорар в 4,5 миллиона. Очевидно он знал или подозревал о рисках. Следом за «Скоростным пароходом» Сандра провалилась с четырьмя фильмами подряд. В исключениях здесь только озвучка на мультфильме «Принц Египта» и драма «Проблески надежды». Хотя второй прямо успехом назвать сложно. А первый все-таки ей в заслугу поставить тяжело. Меня всегда удивлял этот период карьеры Сандры тем, что она выжила. Многие актеры и актрисы ломались и на гораздо менее суровой полосе. А у Сандры мало того, что «Среди провалов» был один из крупнейших в 90-х, так еще и критики постоянно разносили все ее работы. А зритель встречал их в лучшем случае оценкой уровня «Ну такое». Плюс хвалили фильмов, в которых она засветилась обычно других актеров, кроме «Сил природы». Там больше доставалось Бену Аффлеку. Но он всегда работал классическим громоотводом, так что можно сказать не считается. В той же «Практической магии» больше хвалили Николь Кидман. Отмечая ее невероятный актерский потенциал. Если Сандра обычно отрабатывала 2-3 дубля, то Николь требовала 20-30 дублей для того, чтобы добиться идеального кадра. Хотя кто-то, наверное, может решить, что все наоборот. И кое-кто просто не умеет играть. В общем, Сандра Буллок – это такая идеальная актриса для Клинта Иствуда. А Кидман – это уже Кубрику и Финчеру. С Финчером как раз связан один момент в карьере Сандры. Джоди Фостер попала в каст «Комнаты страха» всего за пару недель до начала съемок. И заменила она Николь Кидман, которая в свою очередь пришла на место предназначавшейся Сандре Буллок. Первой, кому Финчер предложил главную роль, была именно Сандра. Но актриса сразу же отказала. Произошло это из-за боязни Буллок связываться с Финчером. Режиссер славен своей любовью к затягиванию производства и сотням дублей каждой сцены. Джоди Фостер потом долго вспоминала ужасные съемки в «Комнате страха». Сандра решила не экспериментировать сразу и ничего потом не вспоминать. «Комната страха», кстати, не провалилась. Часто можно услышать, что практическую магию убила студия. Фильм сильно порезали и на монтажном столе изменили тон. Считается, что первоначальный вариант был гораздо мрачнее и студию это напугало. Она хотела более легкое кино и порезав его добилась именно этого. Какое-то время ходили разговоры о том, чтобы выпустить мрачную версию на видео. Но хранитель оригинального монтажного варианта сценариста Кива Голдсман где-то его потерял. Вроде бы пьяный упал с моста. Зачем он пьяный ходил на мост с мрачной версией практической магии неизвестно. Ну а с Сандрой, наверное, все закончилось бы на стыке веков. В 2000-м на экраны попали сразу три фильма с актрисой. Два из них супершпион с еще не боевым пенсионером и 28 дней в прокате затонули. А третьим, которым стала мисс Конгениальность, неожиданно выстрелил. Хотя стартовала она в американском прокате лишь с пятого места. Уступив более высокое место тому же семьянину. Главную роль в котором сыграл один невероятно талантливый актер. Вот только на длинной дистанции Николас сдулся. И когда он покорял уже третий десяток чарта, Сандра все еще была в первом. По итогам проката актриса взяла 212 миллионов, а семьянин лишь 124. Еще и при большем производственном бюджете. Этот фильм много изменил в карьере Сандры. Хотя со своим следующим фильмом она все-таки провалилась. Поставив жирную точку в данном направлении своей карьеры. Этот фильм известен в основном Райаном Гослингом. Который тогда был еще не сильно известным актером. Но как обычно неплохо играл Блаженного. Эта его игра откровенно не нравилась Сандре. Так как заканчивалась она всегда одинаково. Райана рвало на всех кто был рядом. Так что Сандра обычно рядом не было. А ведь Сандра могла быть в другом более успешном фильме. И Райан Гослинг был бы еще дальше от нее. Мюзикл режиссера Роба Маршала Чикаго. Стал большим кассовым хитом мирового проката в том же 2002 году. Одну из главных ролей в фильме сыграла Рене Зельвегер. Однако первоначально эту роль предлагали Сандре Буллок. Какое-то время Буллок интересовалась предложением. И даже встречалась с режиссером фильма. Но по результатам переговоров отказалась. По какой причине она это сделала неизвестно. Но многие предполагают, что всему виной американские президенты. Дело в том, что бюджет мюзикла был не очень большим. На ленту с толпой известных актеров потратили 45 миллионов. Вместо Чикаго Сандра снялась как раз в отчете убийств. За которые получила 15 миллионов. Продюсеры Чикаго просто не могли позволить тратить столько денег всего лишь на одну актрису. Провал отчета убийств Сандра ловко скрыла за успехом комедии «Любовь с уведомлением». Критики ленту разнесли. А вот зритель ее встретил неплохо. Что и вылилось в 200 миллионов кассовых сборов. Сразу за ним Сандра попыталась побыть актрисой в фильме «Столкновение». Ленту забросали номинациями на премию «Оскара», заодно и на все прочие премии. Отметили и номинировали на эти премии всех. Всех кроме Сандры. Ее нигде не номинировали. После чего она не очень удачно выступила с сиквелом «Мисс Конгениальности». А дальше превратилась в такую женскую лайт-версию Леонардо Ди Каприо. Она стала сниматься реже. Тщательнее выбирать фильмы и практически полностью избавилась от кассовых провалов. Из 11 ее работ, начиная с 2006 года, в прокате провалился лишь один фильм. Наш бренд «Кризис». Близок был еще и все о Стиве. Но все-таки при бюджете в 15 миллионов он в прокате взял 40. А Сандра за него получила золотую малину. За которой лично пришла на церемонию. На тоненького спасся и фильм 2006 года «Дом у моря». От него все ждали гораздо большего. Обычно на это и списывают скромный результат в прокате. Может быть дело в том, что Киану в фильме не предполагался изначально. Развлекать Сандру должен был Джон Кьюсак. Но он слишком долго что-то подозревал. И в итоге отказался сниматься. Так что к проекту быстро подтянули освободившегося Ривса. И не изменив сценарий под него, сняли картину. Кино в любом случае получилось ламповым. И зрителю понравилось. Но уже потом, когда оно вышло на видео. И присутствие Джона Кьюсака там все равно ощущается. Хотя у Киану в те годы уже было нечто кислое во внешности. Так что можно сказать, что с заменой Кьюсака он отлично справился. Вместо него актриса могла сняться в фильме «Мой лучший любовник». Этот фильм Буллок чуть не подвела под монастырь. Уйдя из него всего за 10 дней до старта съемок. Авторам кое-как удалось за пару дней до начала съемок подписать Уму Турман. Сандра Буллок долго билась с режиссером картины. Уговаривая его внести в сценарий несколько правок. Постановщик Бен Янгер, несмотря на звездный статус Буллок, отказывался это делать. В итоге Сандра психанула и ушла. Что удивительно, лента в прокате не провалилась. В 2009 году Сандра еще и получила премию Оскар за роль в фильме «Невидимая сторона». Чтобы отметить такой успех, 29-миллионное кино взяло в прокате 309 миллионов долларов. Если кто-то не понимает, куда здесь потратили почти 30 миллионов, то это лишь потому, что на кино не тратили этих денег. 10 миллионов ушло талантливой актрисе. И на 19 уже сняли остальное. Еще почти 10 миллионов Сандре принесли процент из проката. 255 миллионов из 309 лента взяла только в США. Можно представить, сколько денег стали бросать в актрису дальше. Но 2009 очень интересный год для Буллок не только из-за «Невидимой стороны». Она стала настоящей суперзвездой благодаря Джулии Робертс. Робертс отказалась сниматься в «Невидимой стороне» из-за маленького гонорара. Проценты ее, видимо, не устраивали, так как успеха от фильма она не ожидала. И в том же 2009 году Сандра заменила Робертс еще в одном фильме. Она должна была играть главную роль и в фильме «Предложение». Но переговоры с ней затянулись из-за того, что актриса отказывалась уменьшить свой гонорар в 25 миллионов. В итоге эти переговоры провалились и на место Робертс пришла Сандра, согласившаяся всего на 10 миллионов долларов без всяких процентов. Стартовые кассовые сборы фильма «Предложение» стали для Сандры рекордными в ее карьере. В различных интервью, когда об этом заходила речь, Буллок отшучивалась, сообщая, что в следующий раз, когда она захочет помочь кассовым сборам своих фильмов, она обязательно снова разденется. Раздеваться она долго не хотела. Как говорит Райан Рейнольдс, все из-за того, что они были знакомы уже много лет. Им просто было некомфортно. И они предполагали, что даже в подобном формате не смогут нормально снять эпизод. Но попытавшись снять эту сцену в одежде, все решили, что она не работает. И тогда уже Райан и Сандра согласились похулиганить. А в прокате 40-миллионное предложение взяло 317 миллионов. Так как Сандру неожиданно стало принято любить, она и за этот фильм получила номинацию на «Золотой глобус». Критики в 2009-м вдруг заметили, что актриса невероятно талантлива. Взяв перерыв на 3 года, за которые она отметилась лишь на втором плане в фильме «Жутко громко и запредельно близко», Сандра в 2013-м вернулась на большие экраны снова с двумя хитами. Одним из них стала гравитация Альфонсо Куарона. В этом 100-миллионном фильме Сандра снималась за 20 миллионов и процент с прибыли. И так как в прокате лента взяла 723 миллиона, Сандра получила солидную прибавку к гонорару в районе 50 миллионов. За гравитацию она заработала очередные номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Ну просто потому, что в 50 все становятся как вино. Вторым хитом Сандры стали «Копы в юбках». За него актриса запросила всего 10 миллионов, но и собрала в прокате поменьше – 229 миллионов при бюджете в 43. В 2015-м как раз случился единственный настоящий кассовый провал Сандры за последние 15 лет. Наш бренд «Кризис» не нашел своего зрителя. Здесь есть интересный момент. Сценарий этого фильма, как и ленты «Все о Стиве», находился в том самом разрекламированном черном списке сценариев, который очень замечательный, но по ним почему-то до сих пор не сняли фильмов. Вот Сандра Буллок дважды обратилась к этому списку. Один раз получила малину, а второй раз просто утонула без шансов на спасение. Похоже, для Сандры он очень удачный список. Оба фильма еще и продюсерские проекты актрисы. После провала Сандра вновь ушла в тень на три года и вернулась уже в 2018-м, снова с двумя хитами. Один из них появился на Netflix и стал на тот момент самым просматриваемым фильмом сервиса, обновившим все имевшиеся рекорды. Сколько получила актриса за птичий коров официально неизвестно, но можно встретить цифру в 20 миллионов долларов. Точно такой же производственный бюджет был и у всего фильма. Он известен официально. Почему на этом фильме Netflix работал по какой-то странной формуле не ясно. А вторым успехом 2018 года стали восемь подруг Оушена. Да, зрителю что нашему, что западному лента не очень понравилась, но критики ее расхвалили. И в прокате подруги при бюджете в 70 миллионов взяли почти 300. Вероятно сработала какая-то магия Сандры Буллок. Сейчас актрисы снова на экране нет больше трех лет. И скоро она вернется сразу с двумя фильмами. Посмотрим как на этот раз работает подобная интересная тактика. Кстати в обоих фильмах рядом с ней бегает Брэд Питт. И у оба фильма боевики. И Сандре уже 57, как и Брэду Питту. Если не случится переносов, то ленты про начинающих боевых пенсионеров должны попасть в прокат весной 22-го. Двойной удар от Сандры сделал осечку только в 2015-м. Когда миньоны, за озвучку которых она получила 10 миллионов, взяли планку в 1 миллиард кассовых сборов. А кризис провалился. Ну а если что-то не выгорит, всегда можно будет сбросить вину на Питта. Который в последние годы часто снимается в провальных фильмах. А Сандра, она ведь как Леонардо Ди Каприо. Только постарше и в юбке. Спасибо за внимание. Оставайтесь на связи.